Объединят ли районы, республики и города? И на что Дагестан потратит грант размером в 1 миллиард рублей? Эти и другие вопросы были озвучены на пресс-конференции с главами субъектов СКФО сегодня. Мероприятие проводится в рамках проходящего в эти дни форума «Медиа-встреча». Подробности у Хадижи Курбановой. Люди должны понимать и знать, что такое национальные проекты. И в этом смысле информационные агентства, СМИ, медиапространство является для нас, для органов власти обратной связью. Мы уже об этом говорили. Посредники общения власти и народа. 150 журналистов из регионов СКФО настроены на продуктивный диалог. Один из первых на вопросы журналистов отвечает глава Дагестана. Куда будет потрачен грант за эффективную работу правительства размером в миллиард, который скоро поступит из федерального бюджета? Мы посоветуемся со всеми, в первую очередь вы сейчас можете взять уже работу, со всеми общественными организациями, политическими, союзами различных наших профессиональными, с бизнесом, конечно же с общественными мнениями, с жителями. Мы пройдем широкую, неформальную дискуссию, выберем лучшие гранты и уже проекты, их обсудив, выйдем на работу, она у нас налажена, с парламентом, опять же, публичным, с тем, чтобы утвердить бюджет и расходы этих денег. Прозвучал вопрос об объединении городов и районов в единый муниципальный центр, на что Владимир Васильев ответил, что идея не нова и обсуждается давно и активно. Однако финальное решение за главой государства. Кроме прочего, Васильев поделился с журналистами проделанной за 2019 год работой. По его словам, сложнее всего было освоить бюджет. У нас, допустим, на социальную сферу здравоохранения, образования, в 2019 году выделено было средств в 6 раз больше, чем в 2018 году. Это было испытанием для нас, потому что мы начали с работы с кадрами. Мы понимали, что если нам, победив терроризм, уголовные преступления, и навести порядок в сфере противодействия коррупции, теневой экономики, злоупотребления, у нас ничего не получится. Потому что деньги бюджетные уходили нецелевым образом. Из всех глав субъектов СКФО на медиа-встрече отсутствовал глава Чеченской республики. Тем не менее, коллеги из Чечни в пресс-конференции принимали активное участие. В частности, один из журналистов обратился к полпреду с вопросом о значении блокпостов между республиками. Практически эти посты существуют на всей территории России. Называется контрольно-заградительная система. Преступления, которые совершаются, и преступники вводят различные планы, тайфуны, вулканы. Как их останавливать, скажите, пожалуйста. Нормальному человеку, который живет спокойной, жизнью, законно, не нарушать закон, это никакой проблемы нет. В завершении пресс-конференции главы республик рассказали, с какими фейковыми новостями они сталкивались в ходе своей деятельности и как на них реагировали. Я не скажу, что это такая проблема. Если бы я сказал, например, тема на его дальнейшего процесса работы, то он думает, у моего предшественника их буду больше. Я знаю, каких вещей. Но как к этому относиться? Да никак, работать. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.